девочки всем привет и мальчики тоже мальчики тоже девочки только не только пришла посидела там на верху вот собаки там поели насыпала им корма сухого потому что если на улице им насыпаешь то ему там хана не им не достается поедают на и птицы и кошки бегают со всего со всех улиц тут выгоняют с дом с дома наверное кошек они сюда все по заборами как штык тут да так они сейчас поели я им и конечно по конфетке дала по шоколадной да они такие маленькие то у нас умер сосед мы с ним в детстве росли слышите так жена похоронила что даже и никто и не знал я случайно у нее спросила остановила ее как там вася у него сто процентов был рак девочки сегодня спасаю все что у меня есть смотрите достала блюдо то что тут было а ну девочки видите какое оно угадали сейчас я даже посмотрю а ну-ка не знаю какой это буды петушок нарисованный пять написано второй сорт блюдо второго сорта о а девочки смотрите даже смотрите что тут написано гляньте первое мая видите во на парад первое мая вот это блюдо надо с ним уже на блошиный рынок бежать сейчас салат ним сделаю следующий раз на швабру и на блошиный рынок копейку можно на нем заработать она даже немножечко не пойму ли это трещинка ли что но это свекровина это наверное еще и мамы это этому блюду я его спрячу пазуху чтоб никто не дай бог у меня его девочка дело кофту она у меня чисто если кто-то там насчет пятна придираться эти пятна они не отстирываются это вот так от моющей от какого-то вы поняли но я зашла здесь холодно одевать курточку неудобно одевать какие-то шарфики мне делают кучу замечаний что я на себя тряпио чипляю ну какое тряпио а если и тряпио так шо лишь бы она была чистая такое такие уже как вчера одна мне фа передник надо одеть написала и косынку а кто в доме у вас кто вы кто-то в косынках что-то делаем я могу косынки только делать когда я паску замес делаю чтобы не дай бог волосина не попалась все а фартух я одеваю когда в квартире хожу на работу убираю что мне фартух нужен чтобы побольше карманов было чтоб тряпок положить от пылесоса вот этих чёточек маленьких моющих какое можем лезет карман вот эти фартуха а так дома чтобы фартуха одеваем я вас умоляю тем более что мы сейчас готовим картошку мундерах сварим себе или какого-то борща или супа надо нарядить колпа как у помните карлик нос помните вот эти колпаки поварские придворные мы не при дворе девочки спасаю реанимирую знаете шо есть скумбрия я вчера ее ела сидела там наверху позавтрикала при представляете где-то наверно в час дня был у меня первый завтрак и со скумбрией мне потом так тошнило ну кто так делает все понимаем все взрослые уже девчата и взять скумбрии позавтрикать а что я приоткрыла там тарелочку наверху там коридорочку где мы с Олей кушаем сидим в табуреточке в блюдечке сало порезанное я накрыла блюдечком я с дому принесла скумбрию эту покупала сына он не захотел тут скумбрия как я величиной так я вот усела ее с хлебом поела но представляете натощак считай а потом как затошнила мне сидела уже думаю ну кто такое делает ну выбор был маленький или сало или скумбрию или идти сюда пожарить две картошки ой девчата где наша не пропадала выжила а тут скумбрия девочки кабан смотрите кабан видите я вот тут отломала от живота вот так себе отрезала она потянулась ну и хорошо вот девчонки знаете я сейчас хочу ее знаете как реанимировать вот у меня это скумбрия да потому что так и про ну не пропадет но уже не захочется слышите поставила он варить четыре картошины и пять яиц и одну морковку сварила бы три последнее нема надо купить а что я вчера еще хотела говорила надо купить я уже не помню ночью короче девчонки чищу скумбрию будет у нас скумбрия под шубой вкуснейшие так и называется скобочках вкуснейшие девчонки разбой был ой фонари не горят по одну сторону фонари горят по другую не горят ой телефоны не горят ничего не ой как уже все надоело девочки и смех и грех господи дай нам силы не падать духом правильно девчонки еще сейчас я пойду косынку искать вы слышите меня я ходила пуховом платке по улицам а в доме я не собираюсь платке ходить не не прохладно здесь но не до такой степени чтоб я сейчас косынку отдела для чего чтобы кого-то удивить какая я красивая я без косынки красивая по и девчонки мои вы девчонки собачки он полягали бедные по наедали зародненькие мои он ни косынки кому не надо ничего лишь бы я пришла подхожу до калитки стоят как вот знаете как кутузовый по одному глазу с одной стороны там у меня где петли немножко видно с калитки и где замок уже девочки еле открыла меня тут на клямочку у меня все по-хорошему по-хорошему открывается не надо мне вот эти винтовые замки навесные амбарные хорошо пальчики лишь бы худые были просунул клямочку отодвинул и заходите о а замок есть он поломался тут калитка просела или я бог его знает что надо все делать ремонтироваться сделаем сейчас это не главное у девчонка 5 коронавирус сильнейший идет какой-то кошмар один хай господь милые не одно так другое слышите наверно запустят коронавирус что-то другое закончится поняли шо а может и то и то и то и тогда хана а не хочется так девчонки в общем сейчас ее как получится слышите но она такая жирная а жирная вкусная я вчера прямо шкуру прям знаете я пешкуру такая хорошая а я вчера девочки ля ля каю ой рассказывала вам историю как моей лены а а девочки забыла вам сказать еще поставила он риса жменьку сварить и компот этот узвар слышите вот смотрю кто-то мне написал как я вы как варить кутю на 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 рождество он поставила девочки пол стакана рис кипит ну сейчас уже рыбу забацаю чтобы уже руки помыть и водичку он поставила в алюминиевой кастрюльки сёкровой водичку компотик узварчик сухофруктов сухофруктов всего компотика литр а этого чуть-чуть девочки во первых так и надо зачем кути варить много я как посмотрю боже мой как варят кути кастрюляками зачем зачем кто ее ест выкидывать потом или так хочется сидеть вот это и лопать эту кутю ну съели вы да на свят вечер по ложечке ну по три ложечки как нам положено надо ну а зачем ее кушать сидеть и шо кушать кутю не знаю я всегда чуть-чуть делаю маленькую пиалочку и то я одна и ее ем так я делаю уж хорошую чтоб можно было кушать я никакой не маг не добавляя не люблю это зачем этот эту как я говорю шарму делать рис должен быть вкусно забацаны так я когда-то слышите сашуничка младший мой сын маленький был там годика наверно 4 ему было не помню сколько тоже свят вечер а она скрестная моему младшему сыну и собралась а я к утю думаю вечерю надо крестной не сихай кошелек готов у нее детей не махай на моих тратится вот короче говоря так я знаете шо ой я там такую вечерю принесла мы там все смеялись и мама ее тетя катя дядя вася папа я такой плов забацала девчата да на блюде понесла сразу не в кастрюлях ни в каких не в казанках а на блюде дома украсила там мясом разным ой вкуснятинка в общем сделала его такой красивый понесла луком замариновала лук посыпала маринованным луком крымским вот короче говоря и пошли ж мы а девочки и знаменитый салат с буряка с майонезом с чесночком как положено вот потому что это вкусно плов и салат с буряка вот короче говоря пришли мы она знала что мы придем потому что ходили ка все время на этот на свят вечер обязательно мы к ней шли я и приказывала чтоб она ко мне не шагу потому что я говорю крестник крестный крестники надо крестным чтоб не сли она лишь как ты мне хоть говори что делать я говорю кошелек готов или подарок она где подарки не понимаю что детям покупать я денег дам где ходишь что хочешь то и делай с деньгами короче говоря ладно я пришла а она в спальне была отдельно у них трекомнатная квартира родители в комнате в зале а в спальне в другой брат ее все взрослые девочки как она тяжело тоже жила ты родителям это кому это надо вот все взрослые короче говоря я пришла с сашиком сразу в спальню нырк к ней ну и поставила на стол а она думала я и кутю принесла а я такой плов она как начала смеяться зовет маму катерина ивановна они просто так разговаривали смеялась она мама на него а то петрина ивановна иди сюда деляешь и люська принесла на какую кутю люся принесла тетя катя зашла хохот там такой был ой я принесла кутю то что надо то что мы сейчас сядем и рубанем ее от начала до конца короче говоря и бурячок же когда дядя вася проходит ее по прихожей папа а вот тетя катя чисто кровь кровная россиянка с москвы родом у нее две племянницы сестра в москве жила умерла племянницы в москве живут я не знаю живы или не живы тоже все уже взрослые давным-давно вот короче говоря дядя вася проходит я давайте дядю васю позовем сколько мы уже с тобой общаемся сколько я к вам прихожу на улицах останавливаемся разговариваем давай позовем его тоже в спальню он проходит и его позвали дядя вася сейчас я к вам приду гости спальню господи пришел бутылочку самогонки занес а я принесли а я пришла просто так без ничего покушать и все мы тогда и не пили девочки на работе если вино то пили такайская то такая че такайская я вам рассказывала уже вот то есть а наша выпивка была вот это там когда там праздники какие-то день рождения или шо покупали астроном рядом был ему то мотались а бутылки такие красивые были а вино какое вкусное его наливаешь а но цвета такого знаете как красивого коньяка цвет а вкусно сладенько пахло как ой ну где вкуснятина была хоть я вина и не люблю а вот ты моего то я первый раз я горя не могу дня самогонку никогда не пила а они вот он для себя гнал и то как кушать садится то 50 грамм 100 грамм и потянет покушал с работы пришел и все без всяких валяний без всяких оскорблений без всяких скандалов ну то мы тогда по рюмочке самогонки выпили то я первый раз самогонки тогда попробовала и мы так посидели хорошо то я запомнила вот эту кутю свою на святый вечер когда мы носили что мы так мы там мы море удовольствие получили от того что я принесла такую кутю они так смеялись они так ели нам так было весело вот это кутя так кутя уже хоть оно и песни песни стравы должны быть мы это все знаем придерживаться надо целый год жизнь надо придерживаться а не в праздники целый год не поститься а на свят вечер песни стравы куда это свистит наверное батюшки не постятся нигде они тогда не были таких фигур когда миссирусис и все батюшки мало кто там какой-то породу по худой а так все когда миссирусис и высохших немана под на целый круглый год пост они все только нам советуют придерживаться лишь бы в душе девочки был человек а то что ты съел какой праздник это все равно в общем девочки спасаюсь и спасаю скумбрия ну спасаю во первых чтобы вкусненько оно было хоть оно и так вкусненько все обобрала обобрала девчонки сейчас такая будет у нас тут такой салат пусть еще кто-то паду покумекает как так сделать так скумбрия готов а эти уже бегут 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 услыхали что я зашелестела не дикося лежит а малышок уже как штык вчера девочки заскочил сюда я же не заметила в зубах затащил кусочек глины какой-то на ночи маленький кусочек а вот тут не кинул я наступила думаю шо ну такое а то глина представляете о девочки иду ручки помыть чтоб кинуть сухофрукты бы водичка закипела сделаем зубам узвар да будете узвар пить намылишь намылишь и оно все равно руки воняют рыбой ну ты представляешь так все девчонки еще вода холодная в реке рябит высыпала сухофрукты девчонки яблочки сухие вчера у бабки купила она на килограмм продает все там у нее и яблоки и вишни и сливы и абрикоски эту я взяла там ну 200 грамм 300 грамм не знаю сколько все кинула воду а я хотела сахара вчера купить ну нам на сегодня хватит ладно сахар наверху там посолодим этот месяц надо будет сахар а стоит сейчас закипит а рис уже хай остывает так лучок порежем а еще я девочки слышите сейчас я вам покажу оля вчера пришла а я же вам рассказывала что у нее женщина там торгует сама на себя у нее киоск рыбный и то она оле подкидывает разную эту чепуху ну рыбку эту не давала это я покупала это не олина олина что она вчера принесла вчера тоже бедненькая пришла господи фонари почти нигде не горят а она уже она шла в пять часов уже стемень на улице как в два часа ночи вот и пришла вот о боже сюда сразу зашла бы дом закрыт был у нее ключи есть она сразу сюда чтобы не что-то помочь туда наверх нести вот чтобы сразу уйти одним одним ходом вот и показывает говорит дала это ее рыбница у том как мы на ней рыбница горим рыбой же торгует вот дала это пол головы пол головы свежая но но только в морозилке лежала этой скажите толстолубика я сначала думала сома она так начала открывать кулечек я думаю слома ничего себе вот а потом уже открыла когда хорошо видно он я занесла я ну ложи коридорчик у там на табуреточку бой ну тут и холод хоть холодно но все равно же двери же окна там коридорчики все-таки ж по прохладней я сейчас заходила и захватила вот я сейчас вот это все сделаю разденем хоть глянем что за голова там пол головы ну большая килограмма на да больше килограмма там наверно слышите можно сделать поставить хай варится кинуть туда цибульки а я вчера еще хотела перец молотый купить купила о комедия потому что девочки пока иду в атыбе стоит у нас там женщина она живет напротив меня во дворе напротив дом от меня вот идет стоит вот ей 74 года раком в мусорнике стоит выбирает баклажки целлофаны вот эти ужас я и когда-то купила вот только коронавирус был вот она стоит в киоске отпомните что да не мой не транспорт не ходит не пускают никто кошмар что с нами вот это было что они там это были сделали вот и она бедненькая стоит на пенсию живет и вот это это сдает вот эту чепухню ну это во всем мире сдают ее ну хай сдают лишь бы оно что-то стоило так же оно так обесценивается что они бедные у тураком стоят с этими кульками лазят выше себя и шире себя гречки ей купила два пакета не она не хочет брать а я у меня как раз брату было бы день рождения тот шумер и альюлечка ну пожалуйста за царство небесное моему братику возьми эту гречку ну что а она нет вы представляете какие люди нема нихрена они берут когда даешь вот какие порядочные все и сейчас я от уйду она стоит тут думаю хорошо что хоть кулек с мусором не взяла бы у меня дома мало я чего хотела захватить а вот что тут брать там вообще ничего нету думаю я дома ничего не готовлю это себе тут о я блантухи выносила я б сама два бункера заполняла а так дома шо я себе гречки сварю вчера то сырнички взял а сынуля забрал сегодня приехал котлет взяла две штучки говорит я только возьму я люблю сыночка ну кому а кому я вот это мы соли поделили пополам вот это я а он говорит нет две штучки говорит мамка мне кушать не хочется нож камень вышел а ну я как ты себя хочешь то есть она рита так но нужно болевшая было но больше месяца болела пока он вышел этот камень в общем короче говоря постояла я тоже говорю пока пока дойдешь с чего ты все забываешь заходишь пока с юлькой с этой постояла поговорила дальше пошла уже перешла дорогу магазину туда на уже базарчик у нас встречала одного где я жила на володарской этот ну как я одногодка встретила не плюнуть человеку глаза ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля рассказывал ёлка у него 20 метров во дворе ёлка выросла а там же ёлок понавозили торгуют уже стоят и я говорю купил уже себе ёлку он так что мне покупать у меня у самого 20 метров девочки сам ее где-то где-то в лесу никогда-то были и он ее к маленькую отросток взял выкопал че вырвал чешу и выросла и говорит так я уже и соседям сколько пораздавал отростки я говорю ты смотри дает отростки как сирени вишня слышите абрикосы отростку от у меня абрикоса калеровка вот если бы отросток был нету нету а вишни полно куда не глянь вишня 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 они сами себя вот ой короче говоря то с ним постояла потом там у нас бабушка и дедушка выезжают среда суббота торгуют там где-то что-то покупают и тут перепродают к ним подошла ой потом уже в магазине одну встречу я пока домой дошла полтора часа наверно бляляля там постояла там наверно мы такие все ашу плюнуть глаза людям и пойти сказать мне не ну когда некогда совсем уже тогда некогда так девчонки все узвар кипит рис остывает лук порезала это рыбка на месте сейчас я ее порежу я думаю что сюда еще зафутболить у меня полно еще девочки все спасем сегодня в этом салате байонез есть я вчера купила а вот есть тут немножко я вчера купила пакет целый слава богу вот так девчонки я даже взяла там сверху этот кольцо сделаем в кольце а чё оно не снимается я еще ни разу им не пользовалась девочки а снялась ни разу как купила наверное до коронавируса и так ни разу и не пользовалась но оно мыто я мыла уже там то чтоб не подумал о какое о как раз девочки слышите на все это самое сейчас мы сделаем классный салат со скумбрии смотрите как я как мошенница я сейчас буду руками шель 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 только успевайте смотреть что я сюда кину все хорошее будет вы знаете все хорошее а шла вот вышла что да а то постояла там 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 и вот эта девочка она моя маникюрша девочки а она ну маникюры делает у нее сын мама после инсута я же вам говорила и там она с сожителем живет не расписаны ничего короче говоря ну я и взяла в аренду киоск там у нас пустой стоял вот и овощами шторгу овощи рыба вот такое все ну что тут а ведерочки мне дает что вам рассказывала вот эти судочки под селедки я потом мою и оно ж гляньте какое все хорошее вот короче говоря это что я хотела этим сказать а у нее реализатор шаваля ну я вот тоже к ней ищу говорю валя я пока дойду до магазина и домой уже и ночь будет она смеется она говорит ну а как же надо и там постоять и там постоять я говорю ну тебе мало времени уделяю все я уже у меня закончилось все закончилось а такая тюлечка девочки я вот так встала на нее на эту тюлечку одна в одну беленькая сухенькая и хамса неплохая была то тюлечка а это хамса я вот так смотрю она говорит я взяла себе грамм по 300 и то и то приду картошки наварю в мундирах и говорит сяду просто с луком с тюлькой картошки наемся с пахучим маслом я говорю валя не я пас потому что у меня скумбрия есть у меня есть хорошо рыба у меня есть я пас она говорит смотри вот только завезла сегодня это я что я не вижу я и тормознула сразу как намагниченная стала возле тюлечки возле этой я люблю тюлечку иногда тюлечка вкуснее чем селедка какая-то с удовольствием скушаешь мы часто соли то если нам захочется и если это не даст ну и вот эта подруга рыбница вот я покупаю вот так зайду куда-то если хорошее и говорю мне вот так вот ну сколько вот так щепоточками взять кулечком я говорю на раз покушать а зачем она что поставалась ну и то сядем сразу с солей с картошечкой а если и без картошечки с луком я люблю и с хлебом черным вот то что надо то я вам вчера девочки вот уже начала за тетю Катю рассказывать за кутю за эту слышите она же в Германии была вот ну кумы моей мамка вот и они ж помните давали им марки сумасшедшие деньги за то что они в Германии вот то какое-то время было в каких-то годах что начали выплачивать хорошие деньги им вот ну и Ленка вот тоже ко мне сколько-то придет говорит собирает эти деньги уже сколько в который раз получала эти марки там же хорошие деньги дают ну говорит просила мама дай мне эти деньги я добавлю куплю себе однокомнатную квартиру самую какую-нибудь задрыпанную ну а мама ж никуда ничего прятала а Сергей брат у них ходил девочки то бухает то не бухает когда не бухает ходил куда-то пару раз его встретила Сережка а ты откуда на домашку ходил я говорю на какую домашку а это какие-то вот эти что собираются ну церква церкви церкви вот эти разные вот дома кто-то собирает у себя на квартире вот и вот это промывает мозги там поняли ну и короче говоря тетя Катя получила же эти марки че марки че доллары что они там получали я даже и не знаю вот и спрятала взяла у них трехкомнатная же квартира и в дальней комнате где Сергей брат был вот ковры же сели на стенках 2 кровати и 2 ковра и она на одном ковре взяла сзади за ковром пришила карман и в этот карман положила все эти деньги спрятала ну и наверное когда пришивала и Сережа со своим она его очень любила сынка вот что-то которые не работают и ничего на что их конечно и жальче вот короче говоря и она же наверное ему рассказала что сюда она спрятала денежки приходит а потом Ленка как-то ко мне прибегает Люська в омароке в омароке я говорю что случилось она говорит нас обокрали я говорю что у тебя она говорит у меня ничего матери все деньги вот эти украли все марки что она получала там сколько раз они получали я даже ну я не знаю может кто знает может кто получали чьи-то родители вот я говорю что украли она говорит то все деньги что она собирала я говорю да ты что как пришли какие-то три женщины знали что дома никого не будет ни Сергея ни Ленки ни дяди Васи он работал до последнего до глубокой старости с Толяром вот что-то начали записывать что-то ж она такая доверчивая ну знаете как вот старики она доверчивая впустила их в дом в комнате они расширепали свои жопы поседали и начали что-то ж писать какие-то ей начали втирать мозги очередные германские деньги ну она ж и рада карман добавить за ковер вот и попросили у нее воды дайте воды напиться бо переночевать негде и она ж пошла за водой а одна с ней пошла вот так разговаривала а тетя Катя такая всегда хорошая смеется со всеми разговаривает вот такая вот короче говоря и пошла ж с ней там чтоб ее задержать чтоб она сильно воду не точила с крана ну и все пришли с водичкой тем двум принесли они так и сидят как памятники за столом это тетя Катя рассказывала пишут 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 что-то чертили девочки помните как мы расчерчивали что-то в тетрадках а я даже не помню полоски мы чертили в тетради по-моему не было в полосочку что-то мы че а девать брошу ноты помните нотные тетради у кого не было мы в тетрадке чертили пять полосок пять по-моему раз два три или семь а ну сколько нотных ой надо глянуть сегодня в гугле ну вы поняли шо писать вот эти дорыми фасоля си вот короче говоря ну и все что-то ж там ну наверное ж ноты ноты писали она шо заглядывает что они там пишут дали ей там че 100 гривен че 50 гривен я не помню даже когда что это за деньги тогда были что-то ей там знаете дали чтоб она обрадовалась что какие были люди как 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 пришли сколько денег дали не просто так пришли на шару короче говоря ну и все прошло время тетя Катя решила может пополнить за припасы туда за ковер а там один карман господи прости меня один карман прикиньте это же этот дурачок сказал же этим а те сразу и послали посыльных на разведку не на разведку а на обработку и все вот вот так представляете зайти забрать все эти девочки человек был в германии это ж ужас какой пережил в молодости за были забраты лучшие года своей жизни молодые чокаться че ты выживешь че ты не выживешь выжил тебе дали эти копейки и пришли какие-то твари эти копейки у тебя забрали а ой девочки кошмар один в общем смотрите рыбку порезала так руки я пойду помою руки это скумбрия ну все я уже это хоть порезала лучок вы видели я сахарком посыпала и солькой чтоб он немножко уписался вы поняли чтоб не жевать его клацать зубами рысь как морковку а чтоб он был немножко лучше сейчас я помою руки извините извините яблочки разварились ой как пахнет все таки девочки сухофрукт очень пахнет лучше чем с консервацией ой тут и яблочки и груши и вишни да и сливы я смотрю все а тут у нас кипят картошка одна морквинка и пять яиц все в одной кастрюле все в одной кастрюле оно все одинаково варится девочки имбирек тоже по крышам я думаю хуже не будет сейчас виделка где а то не виделка сейчас девчонки а я люблю так девочки вот так вот иногда что есть но чтоб оно сочетаемое было на крыше с майонезиком вкуснятина и нафиг нам выдумывать или что-то по рецептам готовить а если нету для рецепта с чего готовить так что делать а какие салаты салаты все одинаковые куриное филе жареные грибы или консервированные сыр яйца и чем-нибудь посыпать новеньким вот это все рецепты всех салатов я люблю салат девочки очень люблю знаете какой ну это тоже сам что придумал то и положил отварить куриное филе порезать туда болгарский красный перец туда ананасы порезать туда яйца надо яйца яйца да ну яйца да ну и сырок вот это вкусное сочетание с майонезом очень вкусно очень вот такое мне нравится но только не копченая не грудка ничего свежая вареная вы поняли девочки вот порезала имбирь сейчас мы его вот так посыпем лучок имбиревым уже можно кушать девчонки вы видите а уже как запахло шашлыком хи 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 девочки сразу шашлыком запахло лучок и имбирь запах шашлыка ой сейчас будет красота вот это будет новогодний салат наверное девчонки смотрите вы видели имбирь ну он там остался чуть-чуть тоже мы с ушей когда кушали солей остался имбирь сейчас нюхну надо все нюхать девочки имбирь с луком запах можно сойти с ума да девочки смотрите что сюда добавлю наше украинское пахуче масло и можно духаться девочки смотрите прямо сюда дивиться как вы думаете это будет вкусно гляньте ой вот это убрать не мешает я вчера видео смотрела мука стоит а я вижу что она мешает все девочки и немножко на скумбрию смотрите маслечко хай оно постоит пахучим маслечком пропитается хуже не будет девчонки так масло можно пшикаться девочки куда там французским духам до пахучего масла там и не снилось даже так все у нас все готово у нас осталось только он варится а девчонки первый раз в жизни взяла честно вам ну вы знаете я не вру если б я врала я б не болтала я б сидела все время думала что я браханула а что нет девочки первый раз в жизни честно вам смотрите вареный буряк уже ну не знаю думаю у меня тут есть бурячки думаю когда они сварятся в 12 ночи а я взяла 3 штучки нам хватит все майонез тут начаты есть и еще баночка сардины не брала ни разу вот это взяла попробовать ну тут же пишут вы знаете как сардина в алии консервы рыбни стерилизований все в алии а чебуды тут алии а чебуды просто водичка а мы ее откроем и тоже положим сейчас девчонки где наша не пропадала я думаю хуже не будет как вы думаете вот вам рецепт на салат девочки алии тут и близко нет ну я как и говорила и близко тут одна водичка в собственном соку вот это будет девчонки салат мне сюда на дно надо картошечку все я подготовила чтоб никто не говорил что я надо подготовиться а потом снимать я уже оглядываюсь все попробую картошку готова чи нет девчонки она не готова она чересчур готова сливаю и сразу холодной водичкой залью вы поняли подождите секундочку можете пока чаю себе сделать часа быстро и я и я и и и и и Продолжаем. 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 Все, девчонки. Сейчас я это уберу. А это почищу. Я сливала воду несколько раз, чтобы оно поскорее остыло. Вы поняли? А это сюда сейчас. А это сюда. Сегодня у нас с солей будет салат. И рассольник. Она вчера взяла рассольника. Пишет мне потом на Вайбер. Да, говорит, такой вкусный. Вкуснятина. Говорит, и она мне говорит, я, по-моему, с почками никогда и не варила. Я говорю, я варила. Очень часто, когда замужем была. Когда мужья были. Что я только не выдумывала им. А оно им надо. А оно им надо, девочки. Сядут и телепают. Какой-то, знаете, шо не подай. Выражение лица одинаковое. Никогда не было восхищения в еде. Все равно нам хочется, чтобы нас похвалили, когда кушают. Правильно? Всем этого хочется. Всем. А не когда кушают. Зачем тогда что-то готовить? Можно картошки в мундерах или нажарить, и вся еда не выдумывать. Сутками пропадала в кухне. Сутками. Работала. Не ляжу спать, пока я не оставлю что-то, не приготовлю. А, девочка, я же и обеды готовила, таскала одно время. Наверное, года два. Боже, девочки, я как залезла в эту кабалу, я думала, я сойду с ума. Кормила. У меня цех обувный был. Ну, небольшой, частный. Ну, как небольшой. Ну, там человек 20 работало. Прикиньте. Я в день, я утром вставала, я 100 блинчиков с мясом жарила. 100. Потому что меня просили заведующая в гастрономии, у нас рядом гастроном. Она меня просила. Каждый день два десятка блинов с мясом. Прикиньте. И я встану с утра. Одна сковородка. Где маленький ножичек. Одна сковородка. И я 100 блинов шкварила. Я с ног падала. Так это еще блины. А потом было у меня пару гарниров. Или пюре делала. И какая-то каша. Обязательно. Или пюре вермишель. Обязательно. Вот. Если делала жаркое, делала жаркое без мяса. Потому что откуда я знаю, как насыпать. У меня порции, знаете, лошадиные. Я никогда не насыплю, чтобы мало кому-то. Мне кажется, что все голодные. Кругом. Я должна, как это, порцию взвешивать. Я что, больная на голову. Ну вот. Что я когда в обувный цех носила кушать, начальник их не кушал. И сидел во дворе. Это было, ну не лето, такое осень. Ну еще тепло было. И он взял себе мою еду. Вот. И сидит. А там же оставались люди. Вот приходят и во вторую смену они там так клеили эту обувь. В клею сидят. Вонь такая. Боже мой. Короче говоря, они у меня брали и на позже. Сразу покушать брали. И на потом брали. То отбивные котлет возьмут, чтобы что-то перекусить, чтобы никуда не бежать. Что-то себе в магазине. А что в магазине покупать? Кроме колбасы. Аж ничего. Вот. Короче говоря, и он взял у меня покушать же и сидит во дворе кушает. На заваленке на какой-то. Оно в частном доме. Они арендовали дом этот. Ну оно там этот дом шел на, скажите, на снос. Оно над балкой. Вот. Ну а люди получали квартиры и эти дома у них никто не позабирал. А кому оно надо? Если бы это в центре города, о, хватали бы как сумасшедшие. А так кому не надо? И людям оно пооставалось. И еще и крутили, создавали за какие-то копейки, чтобы что-то иметь. Вот таким вот. Вот под цех взял один. И он вот сидит, кушает и говорит, вот мне так интересно. Смотрит вот так на меня. А я с этими кошелками иду дальше. Он вот тоже остановил меня. Говорит, мне так интересно. Да что вы с этого имеете? Говорит, вы же такие порции насыпаете. И видно, что со всего хорошего я делаю. Мне сестра двоюродная, она у меня торгует на славянке, говорила. Взяла бы, что ты котлеты, фа, чьи это самое, мясо крутишь. Я мясо крутила. Так это сейчас электрические мясорубки. А то же вот эти дрычки, вот эти драчки, вот эти кутялки. Крутишь туда и оно назад. Вот. Перекручу мясо. Она говорит, хоть бы сою добавляла напополам. Ты что, больная на голову? Вот это. Я говорю, мне это не надо. У меня же не разовая торговля. Продала и удрала, да? Мне каждый день надо к людям выходить. И я такое не могу делать. Потому что, если что-то останется, остается моим детям покушать. Вот. Прикиньте, совет, советчицы, если думают, сами могут там что-то, то все такие, слышите? Ага. Вот. У меня была еда в доме. Даже соседи ели. Я даже соседям разносила. Потому что нажарю побольше. Ну, побольше ж. Вот. Приду домой, оставались. А, еще и печеночные эти самые оладики делала. Что я только... А, печенку так жарила. А потом и офис подхватила. Они мне начали заказывать, кому отбивная, кому котлета. Я думаю, это не. Я не буду одну отбивную жарить, слышите? И одну котлету. Какую-то особенную. Не. Вот. Ну, носила, им все равно. Они кушали, но то, что и все. Вот. Короче говоря, да. Ну, это, девочки, неблагодарный труд такой. Слышите? Это вообще... Это ты... Если кто-то... А, слышите, я не помню, кто-то меня спрашивал. Ну, говорит, я тоже хочу готовить обеды, как и ты, разносить. Ну, говорит, я же не буду где и ты. Я говорю, пожалуйста, я даже могу уступить своей точке, куда я носила. Я говорю, это очень тяжело. А все же думают, если я за что-то взялась, значит, это денежно и ничего делать, наверное, не надо. Хотя все знают, какой я пахарь по жизни. Вот. Это, девочки, смотрите, это так вот. Смотрите, я разнесла обед, это с 12 до часа у людей у всех обеды. Правильно? Правильно. До 12 я должна все свежее приготовить, встать с утра. Правильно? Прибежала я где-то в 2 часа, да? Сколько кастрюль перемыть, судочки какие-то, под котлет, под блинчиков, вот это все перемыть надо. Все. Думаешь, или сейчас смыть, или надо бежать же на озерку, на базар, на рынок, пока он еще открытый, купить мясо, на завтра же надо все. Девочки, вы представляете этот труд? Потом прибежала, все, начала ставить, подготовку на утро, то, что можно сделать с вечера, перекрутить мясо, например, да? Но не жарить котлеты. А как же я их пожарю? И что они до утра? Вчерашние уже будут? Я же еще не чокнутая. Вот. Короче говоря, в общем, адский труд. Вот так, вот так. Ой, я помню, я ни телевизор не смотрела, я не отдыхала вообще. Я все время чистила какую-то картошку, какой-то лук. Вот это у меня постоянно были, вот эти вот, я была вся в мясо какое-то, крутила, что-то мыла. Все. 12 ночи я упала, в 5-6 мне надо встать, до 12-ти мне надо вот столько блюд приготовить. Ой, зато сытый был весь подъезд даже. А денег, как не было, так и нет. Мне так, с девочкой всегда себя смешно, с меня такой бизнесмен. Ой. Ну, зато еда, девочки, была, всегда. Не было тех денег в кошельке, а еда была. И всем была, и родителям, и братьям, и сестрам, и соседям, всем. Ой. Ну и хорошо, что плохо. Всем было хорошо, весело. Весело жили. Картошка горяченькая, ничего, сейчас она остынет, уже прохладненько, хоть горелочки, я еле-еле их включила. Собачки спят, мои родненькие, мои лапочки. Малышок спит, а Дикуся на меня смотрит. Да, Дикуся? А Дикуся будет картошечку в мундерах? Или он шпротина есть? Дай шпротину. Иди, я дам шпротину. Иди. Иди, я дам шпротину. Иди, Дикуся-ка. Он дам шпротину, или ты не голодный? Ты не голодный? О, малыш бежит. Малыш проголодался, он дреманул. Малышок, ты можешь шпроту и не будешь. Ой, девчоночки, до улицы весна, дождик. Все растаяло, слава Богу, девочки. Нема уже гололеда. Завтра у нас вроде бы плюс восемь. Вы слышите, какие мозги это выдержат? У меня закончились таблетки от давления, слышите? И вот это ж пока там полялякало, пока там полялякало, и уже сюда пришла. Думаю, я же не купила таблетки куамлесу свою. Зараза. Бесопролол выпила, а куамлеса закончилась. А ну ж берешь по пластинке, десять таблеток в пластинке. Десять дней пролетает, только купила, уже десять дней пролетела. Вот по лекарству, как время летит у меня. Не успел купить, уже опять десять дней. Не успел купить, опять десять дней. Кошмар. Сейчас гляну ту голову. Да пока Оля придет, слава Богу, гололеда нет. Вчера бедненькая пришла, и сразу в туалет. Говорит, за день, вот утром, как сходила в туалет, ни разу не ходила. Девочки, семь гривен туалет, вы слышите? Там на базаре туалет. Да сделайте хоть для работников базара, вы же местовое берете с людей, слышите? И семь гривен туалет пойти. Это зарплаты надо, чтобы хотя бы пятьсот гривен платили, чтобы за семь рублей можно было за гривен сходить в туалет. За пятнадцать рублей маршрутка. Туда, пятнадцать туда. Чаю надо какого-то выпить? Она и так термоса уже берет. Я ей дала термос, у нее не было. Я говорю, на, делай какой-то чай себе. Чай. Я даже не знаю, гривен двадцать пять носят. Двадцать. Ну, я даже, девочки, не буду говорить, я не знаю. Девочки, хватит три картошины, я думаю. Или четыре. Наверное, и четвертую. Правильно? Много картошки не бывает. Шоу-то одна останется, таке вот. Не туди, не сюди. Девочки, я тоже сидя не могу работать. А я встану, будет, знаете, шо видно? Вы поняли, шо? Одни ноги. Надо на потолок телефон прибивать. Ой, девчата. Спасибо, шо подписываетесь. Мне так интересно это все, слышите? Я всем отвечаю и буду отвечать до, даже если будет нас весь земной шар, я всем отвечу. Хоть шо-нибудь. Все, девчонки. Сейчас я пойду руку помою, бо, противно. Вы поняли? Одна секунда. Ой, девчоночки. Девчонка, девчоночка, синие ночи. Я люблю тебя. О, песни у нас, да, девочки были в молодости? Ой, опять даромаху большую сделала, но ничему. Сеточку. На картошку можно и больше майонеза. Это ж картошка. Правильно, девчонки? Девочки, это будет цимус. Ложку. Петрушка. Ложку. Петрушка зеленая стоит. Сейчас зашла во двор. Снег растаял. Но она не стоит, а лежит. Ну, ничего. Какая разница? Нарвать можно. То, шо надо. А у соседа Калина то, шо надо. С той стороны. Мне ее не достать. Даже если достать, я бы не рвала. Оно мне надо. Его нету, непонятно, где он делся. Вот. А он женой разведенный. А вдруг, что случилось? Жена придет, а Калинка где? Птички склевали, птички ее не едят. Да, оно мне надо. Я себе он. То, я сегодня вышла с квартиры, когда соседка у меня, то, что сын умер, что я вам говорила, рассказывала. Из пятого этажа тетя Лида. Она годами как мама моя 37-го года. Так, картошка у нас все. Девочки, смотрите, что мы ложим. Вот эту всю нарезку. Вы поняли? Смотрите, девчонки. Терку в сторону. Вот у нас кумбрия наша холодного копчения. Ой, девочки, будет вкуснятина. Смотрите. Девочки, вот это салат. Так, салат. Это мой салат. Мы назовем его Люси. Ой, девчонки. Смотрите, а это же у нас лучок с постным маслечком и имбирек, сахарок и солька. Во! Смотрите, посыпаем сверху эту скумбрию. Можно уже ложками брать и кушать. Вилки сюда не подойдут. Вилками будет неудобно. Смотрите, девочки. гляньте. Гляньте. Я думаю, это будет очень... А, еще тут пахучая маслечка сверху. Так, девочки. Тут такое будет. Ой, калитку надо покрепче закрывать, бы будут ломиться. Как вчера мы с Олей вышли с этими котлетами, с этими сырниками туда. А я дверь только открыла, а Оля с котлетами сзади. Ну, она говорит, что еще брать? Я говорю, ну, бери вот тут. Я пошла уже. Холодно было, страшно. Я разлетая ж так и побежала по улице. Ну, а вокруг дома. Вот. А я дверь как открыла, а на улице пахнет котлетами. Я говорю, боже, надо бегом закрываться, бы у нас сейчас прибьют за эти котлеты. Все собаки сбегутся сюда. Она говорит, да я только по улице повернула, я уже поняла, что это ты готовишь. Вот так, говорит, пахло. Девчонки, сверху мы возьмем сейчас морковочку, правильно? Уже тут классика идет. На рыбку не надо майонез. Она же с маслечком у нас и с лучком не надо. Смотрите. Морковочки маловато, но ничего, хватит. Так. И так. Показываю от начала до конца. Сейчас моя Ольга Петровна придет, скажет, боже, ну как тебе вот это не облом? Девочка, мне никогда не облом готовить, кушать. Было бы кого кормить. Я бы так хотела, чтобы вот какие-то, чтобы мы устраивали конкурсы, знаете, ходить, вот как званные ужины, помните? Я бы так вот это хотела, такое. Я всегда, а вообще я люблю, чтобы ко мне приходили. Я люблю вот это, знаете, постараться, приготовить, устать от этого, покормить, чтобы посидели, поговорили. Боже, как я это все люблю. Не с кем. Сегодня соседа встретила. Ну, я жила на поселке, где я с родителями когда жила. Ну, оно же у меня рядышком там. Смотрю так на него, хороший такой, нормальный все. А посидеть не хочется с ним. Бо, как начал, вот за елку, за шмелку. Там начнешь что-то так вот шутить, сразу подумает, или больной, или пьяный. Люди шуток не понимают. Какие-то, знаете, да здравствует Ленинский комсомол. Ура! Девочки, а ну носы сюда, ныряйте. Во! Так, чтобы он же у меня на бок не пошел. Сейчас сниму кольцо, оно там будет. Яйца, девочки. Пять штук. Терочка. Ей 60 лет, наверное. Острая, как будто только наточили. А удобная какая. Не те, не то, что сейчас терки. То зацепается снизу, то сверху, то по бокам вот так куски застряют. Не, о! Никаких преград. Три себе, та и три. Девочки, вот это, наверное, новогодний салат. Будет лучше шубы. А что, тут оно, как и шуба, но только скумбрия, вы видите, лук и имбирь я добавила. Это я первый раз. Мне кажется, это будет вкусно. Ну, слушай, вкусно с имбирем. А тут рыбка. Какая разница какая. А я, вы знаете, семгу, лососи, вот запеченные, жареные, я не очень люблю. Могу немножко скушать, прям от половинки, ну, от стейка, половинку, и то я ее не съем. Не. Соленую еще можно, и то, тоже чуть-чуть. Я больше люблю селедку, скумбрию, тюлечку. А красную рыбу не. Чтобы я с ума по ней сходила, нет. Она мне приторная какая-то. Не. Карпа люблю. Вот карпа, да. Мне сейчас положили вот красную рыбу кушать и карп. Я бы карпа ела. С удовольствием. Так, девчонки. Все за скумбрией и имбирем. Имбирь тут девочке даст перчинку и вкус, и запах даст. Вы поняли? Неудобно сидя. И плечи болят, и руки. Ну, а что, я встану, и что будет видно? Ширинка одна будет видна. Девочки, одна ширинка будет видна, больше ничего. Девчонки, пойду руку помою. Так, видели, что тут? Сейчас будет майонез. Одна тряпка уже мокрая. У меня же там висят полотенки. Ну, не полотенки, а тряпочки. Я ее только выварю, повешаю. Они сохнут. Одна уже насквозь, капает уже с ней. Так, девчонки. И мальчишки. Один мальчишка там, прежде чем от меня отписаться, такой смешной, написал, вы мне так сначала понравились, а потом вы сильно много разговариваете. Ну, а что, молчать? Дули крутить сидеть, языки показывать. Если я такая. Иди на канал, где танцуют. Вон, сколько бабья сейчас танцуют. Боже, как посмотришь, кошмар один. Хай танцуют, девочки. Ну, а шо рубить? Мы тоже с вами станцуем. Вон, у Оли день рождения будет. Станцуй. С ней вальс. Мама моя, слышите, девчонки? У меня мама столько читала, она закончила школу, и ее по блату тогда устроили работать на Троицком рынке в лаборатории, там, где проверяют мясо, вот это, поняли, вот эти все, вот эту, как оно называется, ну, лаборатория, вы поняли, где еду проверяют, когда люди приносят торговать, и она там работала. Это по какому-то сильнейшему блату там ее пристроили. Ну, не после школы, а там я не знаю, сколько ей лет было. Вот. Ну, она закончила школу одни пятерки, я помню аттестат, о, я брала его иногда и показывала, что это мой аттестат, одни пятерки у нее. Это Беля она сохраняла было, сохранила. Пять, пять, пять. Она столько читала, и она знала всех художников, даже жен, как зовут. Это Сашик когда-то маленький был, телефоны еще домашние были, и мы что-то с ним вот то лежим, разговариваем. И я говорю, баба твоя, и что-то мы хотели, что-то было интересно за кого-то что-то. Я говорю, мамонька, я честно, я не знаю родненький, а не было ж тогда интернета, чтобы заглянуть. Вот. Я говорю, это баба знает. Он говорит, это баба точно такое не знает. Я говорю, иди позвони. Пошли мы, а в кухне телефон стоял, аппарат. Вот, пошли мы. Набрал он. А я пошла тоже с ним. Чичай что-то думает, что-то сделает. А он с ней разговаривает. Бах, додает ей вопросы. А она, отвечает, а он стоит, смеется, а она уже ответила и начинает биографию рассказывать и родичей всех еще. Комедия одна. А он смеется, потом мне говорит, мама, а откуда баба вот это все знает? Я говорю, лапонька, ну вот это вот, интересуется. Я говорю, а как она пела дома все время, знаете, подпевала, что-то делает, я же помню, что-то буряк не как вареный, а как моченый. Да не вареным пахнет, а на вид, как будто моченый. Слышите, подпевала всегда, вот то, что-то дома делает, Штраус, большой вальс. Вот это она как начнется, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А те уже, глядь, не поподскакивали. Уже устыхали, что я запела, уже бегут. Вот это она Штрауса. Боже. И как лошадка подсокивала, там она делала как-то так, как вначале, когда начинается песня, потом, и как птички там, но она нас еще и смешила, вот. И вот это она все время, и в основном, Татьяна Шмыга поет, она подпевает Магомаева жена Как же ее Ну как Магомаева жена Ой, девочка, я сейчас Войду с ума, я всю жизнь знала, как ее Татьяна Шмыга, это ж Оперная или оперета Тамара Синявская, правильно ж? Вот И вот это она, все вот эти песни Ихние, все вот это слушала Ну тогда же оно было всегда, послушать Свободно, вот И она все это подпевала, мама Царствие небесное, вот так любила Она больше любила оперу и оперету Сильву она вообще знала Наизусть там все, летучая мышь Это Мистер Икс, это вообще А я-то это тоже все знаю Ну как знаю, не Петя, а просто Мне сейчас, например Если бы проиграл Кто-то и вода мелодия Была, как его Влад, а как Влад, как он Рижский вот этот ведущий Мы все время смотрели Угадай мелодии Забыла, девочки Как вот, то не смотришь уже И забываешь уже Вот, и это И я бы угадала все Я сама люблю Летучая мышь Сильва Мистер Икс Я обожаю эти опереты Какие артисты Хорошие, да, девочки Ой, господи Очень неудобно сидя Я говорю, а встану и что будет дальше? Скоро лежа будет Стол туда подтяну А что же лежа можно придумать делать? Вязать носки Я их умею вязать Девочки, умею вязать носки Перчатки, рукавицы и шарфики Больше ничего А мне Ленка кума говорит Люська, раз ты умеешь вязать носки Перчатки, рукавицы То и кофту свяжешь Я говорю, не, я не собираюсь Никакие кофты вязать А носки даже у меня есть Две пары я связала Вязала просто так Давно уже Еще сынуля младшая Мамка, зачем ты их вяжешь? Можно купить? Я говорю, мамонька Во-первых, я люблю вязать Оно же успокаивает Какое-то кино поставлю Хайбалакает А сама подушек Под спину на горну себе И вперед Вот Девочки, вот бурячок сверху Сейчас моя Ольга Петровна придет И подумает, что сегодня Рождество или Новый год Ой Хорошо, что она у меня есть Девочки Что бы то делали Господи Что она б делала И что б я делала Брат это Не то Брат это Совсем другое Ему такая вот Знаете Чтоб что-то Поиметь И пошли вы В одно место Девочки, наверное, бурячок Немножко присолю Присахарю Потому что я же не знаю Что это Наверняка варили Где-то в какой-то выварке Я такое не люблю покупать Ну а что, я купила Потому что Это Ну когда варить Хотя надо Наварить буряка Килограмма два-три И за неделю Его израсходовать Когда он вареный Мы всегда что-то придумаем С него сделать А как вот уварить Сразу Думаешь Сколько это по времени И воду подливала Девочке холодную Как раньше Помните Кто-то ж когда-то ляпнул Когда варится Холодную воду Подливай И он быстрее будет вариться Ничего подобного Как варился Два часа Так и варится Два часа Все брехня И чуть-чуть Присолю Сахарок И присолю Правда? Будет вкуснее Правильно? Я так рада Девчонки Что Кому-то настроение Поднимаю А если-то я еще Сидеть во мне Что уже все Пороблено Раз зашел Все Уже не отцепися Будет тянуть В омут с головой Залез Все равно Заинтересовался Ой Девчонки Смотрите Уже почти готово Вы все здесь Увидели Что? Все вкусно Правда? А что тут Плохого? Только выровнять Надо Вот тут какая-то Яма Получилась Тут горб А тут яма Сейчас выровняем Натянем Нитку Че веревку Как кафель Знаете Вот уложат Уровень Уровень Так 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 Сказал Бедняк Чем же нам Украсить Девчата Салом? Я ж сало люблю Сейчас Горку Салости Ой Девки Чем же украсить? Ванилькой Салом могу Надо подумать Что же у нас Огурчик соленый Да? Да нафиг Он здесь надо Или можно Правда ж? Один Один огурчик Девочки А как я украшу? А как-нибудь Украшу? Огурчики Вкуснятина Девочки И я их Закрывала Девочки Без хрена Без хрена Было облом Пойти хрен урвать Так жарко было Я такая напаренная Была Что я как представила Мне надо еще По двум ступенькам Спускаться Чтобы пойти В огород Сорвать хрена И я не пошла Честно А что мне врать? Петрушка тут И что-то еще Хрустят Вообще вкуснее А как же порезать Огурчики? Ну сейчас порежу Кто огурчик будет? Никто? А я ем А я по кругу Огурчики сделаю Оно будет вкусненько Огурчик попадется На бурячке Девочки Вот этот салат Будет наверное Самый вкусный Я когда-то делала Шубу Двойную Знаете? Ну я не помню На какую-то гуленку Чи на свой юбилей На какой-то Что я двойную На большом блюде Сделала Там такую здоровенную Вот И это Так я ложила Селедку Хорошую Такую Один Ну вот это сделала Слоями все Как положено До конца Закончила бурячком И начала опять С картошки А второй уже слой Вот этот Ну все слои были Со скумрией Вот была шуба Вкусная Да девочки Тоже были яйца Побольше Да А мимозу девочки Я делаю Никакую картошку Боже упаси Я как посмотрела рецепты Как делают Надо делать Как мы делали Всю жизнь Девчата Какие картошки Какие морковки В мимозу Вы шо Там надо Вкусную консерву Чтоб не такая В воде была А в масле Ну горбушу Желательно Мне кажется Семга туда и не пойдет Консерву У нас же есть лосось Там разные В собственном соку Не надо нам Этот лосось А вот горбушка Пошла Ну только что Вкусная же была В масле А не в собственном соку В собственном соку Мы сами Правильно А рыба должна быть в масле Огурчиками украсила Сейчас Финишная прямая А что же нам еще Сюда забабахать Девочки А А Сейчас посмотрим Девочки У меня тут спроты Ну они стоят Два дня Открытые Тут на столе Ну они же в масле Да То что надо И накрытые были кулечком Или они тут не нужны Перебор будет Да Или не перебор А я вот так их выложу А сейчас блюдо Девочки будет Ставьте елки Бегом Пока я не закончила Буду Новый год Отмечать Девчата Бегом Наряжайте елки Мне осталось Чуть-чуть Украсить Или это перебор Шпроты Да наверное Это перебор Девочки Мы их лучше так съедим Вот такие вот Шпроты еще Сразу засмеют Ой Что понаписывают А Пускай пишут Девочки Сейчас я Петрушечка Я вчера срывала Так Девчонки Девчоночки Девчонка Девчоночка Синие ночи Чи темные ночи Какие там Ночи А тут такая Петрушечка Ну ладно Пойдет Пойдет Девчонки Шиповник есть Могу шиповником Украсить Ну какой-то Надо Какой-то Зелененький Фейерверк Все Девочки Шабаш Смотрите Вроде ничего не делали Как понаставляется Потом пока Поперемываешь Это кошмар Это у всех Так Не только у меня Девочки Ба-бам Смотрите Открываем Сейчас раз И поднимется И чмак Назад Все Ну перемешаем И съедим Как винегрет Боже Помоги Господи Что-то Тянется Вот тут С одной стороны Что такое Так Отпусти Фу Фу И фу Девочки Еще Вот нафига Ну надо Еще и вот это Мыть потом Кошмар Гляньте Не столько С того салата Сколько посуды Надо перемыть Вилочка Поправим Так Девочки Вот тут вкуснятина Вы видели Что здесь Мне кажется Здесь Самый цимус Даст Имбирь С луком Девочки Консервированный Не сырой Девчонки Все Новогодний салат Гляньте Копченая скумбрия Лучок И имбирек Огурчики Консервированные Петрушка С огорода Под снегом Как подснежники Девчонки Будем кушать Я скажу Какая вкуснятина Прям поем потом Будьте здоровы Сегодня Под снегом Петрушки Под снегом Полу Петрушки 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 Спирки